Я предлагаю уже наконец-то присоединить к нашему разговору Павла Яковлева, главного редактора научного портала Атомная энергия 2.0. Павел Александрович, здравствуйте. Добрый вечер, Ольга, Игорь. Здравствуйте, Павел Александрович. Но мы не кривим ведь душой, когда говорим, что несмотря на всю эту страшную историю, это совпадение просто, ну, наверное, трудно предсказуемого набора случайностей привело к тем событиям. Или в тот момент, еще вот в 80-х годах прошлого века, атомные электростанции действительно могли представлять угрозу, и они были менее безопасными, чем сейчас? Ну, я считаю, что это, конечно, технологический недочет, и во многом это связано с первым-вторым поколением атомных реакторов, которые во многом проектировались для максимально эффективной и менее затратной выработки надежной электроэнергии. Вот сейчас же, после катастрофы на Чернобыльской станции, произошло радикальное изменение, и новые системы безопасности, которые обеспечены как и действующие, так и особенно новые станции, они обладают значительно более повышенными технологиями, в том числе естественной безопасности. И сейчас это в основном направляет развитие будущих реакторов, это именно максимально естественная безопасность, в том числе для того, что человек может не присутствовать на станции 48 часов, и она сможет сама безопасно охладиться и безопасно выйти в холодное остановное состояние. А вот, кстати, Фукусима, ведь это же произошло гораздо позднее, вот та авария на Фукусиме, она как-то значительно более легко, что ли, прошла, уже более, ну я не знаю, насколько уместно тут использовать слово безопасно, но тем не менее, я думаю, вы понимаете, да, о чем я говорю, ну вот риски, они были все-таки меньше. Там случился природный катаклизм, достаточно редкий, но тем не менее, также там был допущен технический недочет в сфере аварийного реагирования, именно устойчивости к потере электроэнергии и размещению дизель-генераторов резервных. То есть, также партировщики станции, в этот раз американский Вестингаус и, соответственно, японское надзорное ведомство, в принципе, зная о возможных таких колоссальных цунами высотой до 35 метров возможности, они не, так сказать, не выполнили ряд мер, предотвращающих эти ситуации. То есть, да, две крупных аварии, два технических недочета, действительно, Фукусима, опять же, повлияла на развитие атомной энергетики, особенно в Европе, о чем вы говорили ранее, называя вот их ранний курс на отказ. Не Фукусима, а Чернобыль, Чернобыль, вы оговорились. Фукусима как раз повлияла на Европу. Фукусима, Фукусима, а Чернобыль, а Чернобыль разве не повлиял на вот это все эти события? Конечно, было остановлено строительство атомных станций на какое-то время, отрасль находилась, например, российская около 15 лет в кризисе. Кстати, вы говорили про антиядерные движения, они на самом деле появились раньше, в 80-х годах, когда нефтегазовые компании видели в атоме серьезного конкурента, потому что, вот, и, так сказать, тогда началось вот эти вот протестные, эти ядерные движения, которые во многом спонсировались вместе с газом и отраслью. А когда случился Чернобыль, конечно, это серьезно повлияло на общественные опасения, страхи. Вот, но мы в отрасли пытаемся делать все возможное для того, чтобы объяснить людям, что производство энергии не может быть абсолютно безопасным. У каждого киловатта есть своя стоимость. И, а если говорить о статистике, то по количеству смертей, например, за терроват час, произведенный, то атомная энергия, бесспорно, является самым экологически чистым и безопасным источником. Но в то же время, вот вы говорите, да, о том, что когда-то нефтегазовая отрасль была конкурентом, а в итоге атомная отрасль, а в итоге и нефтегазовая, и атомная отрасль сейчас под угрозой и под критикой со стороны представителей так называемой зеленой энергетики. То есть, Бомеранг-то вернулся, прилетел этим нефтегазовикам. Эта критика, она все-таки, ну вы уже говорите, что не очень обоснованна, но она перспективна. Может ли зеленая энергетика когда-то, ну или когда, может ли она обойти по эффективности атомную энергетику? Во-первых, я считаю, конструктивная, созидательная критика и внимание общественности, внимание в том числе экологов к вопросам энергетики, к атомной нифигазов, оно важно, нужно, необходимо. Вот, далее по зеленой энергетике, атомная является, по моему личному мнению, наиболее зеленой из всех энергетик, потому что она имеет самый меньший экологический след. Во-первых, занимаемой территории, и она масштабируемая, и не зависит от погодных условий. Конечно же, в энергобалансе нужно иметь несколько видов генерации, что мы сейчас и развиваем. Вот, но в целом, вот, чтобы у вас осталось общее впечатление, атомная энергетика предлагает научный путь, вот, который сосредотачивает в себе достижение огромного количества разных научных отраслей. Вот, на нее завязаны и крупные институты, и параллельно спектр самых широких технологий, медицины, вот, космоса. Вот, и развивая атомную энергетику, мы в целом развиваем научный, социальный, коллективный потенциал человечества. Если мы будем развивать только, например, альтернативные источники ветер, солнце и газ, мы можем решить какую-то, например, узкую проблему локальную, но в целом, как общество, как социум, мы можем потерять значительно в своем развитии. Ну, просто удивительно, что при этом, при ваших совершенно разумных аргументах, доводах, да, существует по-прежнему это движение, оно вообще европейского такого, наверное, больше характера. Но Соединенные Штаты не обсуждают тему отказа от ядерной энергетики. Япония тоже после катастрофы, ну, неактивно эту тему обсуждает. В Европе, которая тоже является, как и Россия, где-то впереди, Франция, по крайней мере, да, тем не менее, эта тема стала, ну, не знаю, трендом, удивительно. Почему такая антинаучная позиция? Ну, давайте вот еще все-таки, у нас времени мало остается. Грязные бомбы, ведь стали говорить о том, что Чернобыльская атомная электростанция, она могла стать инструментом, источником, как сказать, ресурсом для создания этой грязной бомбы. И плюс ко всему, вот еще один момент, вы говорили про Фокусиму в контексте подачи электроэнергии, ведь в самом начале специальной военной операции тоже не подавалась электроэнергия. В результате тоже каких-то провокационных действий на Чернобыльскую АЭС, и там тоже, если бы Белоруссия не подогнала, по-моему, генераторы, то там тоже были какие-то риски значительные. Вообще вопрос ядерного терроризма и создания грязных бомб в мире считается невозможным какими-то отдельными боевыми группами, террористическими ячейками. Это по-любому будет, так сказать, планироваться это действие, и пока в мире не было прецедентов таких, и очень надеюсь не будет, и каких-то серьезных знаков, возможно, что такое может случиться в Чернобыле, тоже не было. Вот, конечно, когда случаются такие ситуации, общество волнуется по поводу безопасности, по поводу экологической безопасности, да, это... Вот, но в данном степени существует гораздо больше вероятность опасности от других источников, чем от грязной бомбы из Чернобыльской АЭС. Если позволите, вот 10 секунд по поводу предыдущего вопроса Европы и отказа от атома. Например, в Германии это был политический вопрос для Ангелы Меркель, для того, чтобы оставшись у власти, она заключила договор с зелеными, вот, которые требовали отказа от атомных станций закрытия. Соответственно, она осталась в правительстве, но зеленые получили отказ от атома, с чем Германия сегодня, ну, в значительной степени имеет проблему энергодефицита и увеличившийся выброс загрязняющихся в атмосферу. А, кстати, вот у нас еще 30 секунд есть. Как вы думаете, возможно сейчас у Европы в связи со всеми их энергетическими проблемами откат обратно в сторону атомной энергии? 20 секунд у вас. Это будет сделать очень сложно, им надо будет также создавать крупные образовательные консорциумы, как это делает Россия, вот, нужно воспитывать молодежь, и в первую очередь это кардинальное решение на самом верхнем уровне. Я не уверен, что текущие политики обладают такой долгосрочной стратегической целестремленностью, но, тем не менее, малые компании, малые компании, стартапы, в том числе и по термоядерной энергетике, активно в Европе развиваются. Спасибо. Главный редактор научного портала Атомная энергия 2.0 Павел Яковлев рассказал нам об Атомной энергии.